Браво! 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 Я единственное, что хотел сказать, что мы все телеграммы соберем в этот конверт. Почему я этот конверт выделяю? Потому что в этом конверте лежит персональное поздравление вам от Юрия Тимиркана. Замечательное поздравление с его автографом. А что-то оговорился, хотя бы сказал. Юрий Тимиркана с его автографом. Поэтому лет через 15 вы сможете этот автограф продать на аукционе, на каком-то совершенно спокойном, на запишем месте. Вот, собственно, все, что мы хотели вам сказать в торжественной части своей. А теперь переходим к непосредственно торжественной части. Я приглашаю эту сцену нашего почетного гостя. И, кстати, это по культуре Санкт-Петербурга. И, судя по всему, не с пустыми руками. Что, да, да. Руки не пустые, но мне кажется, что у меня там было бы удобнее. Мы туда и пойдем. Да, мы пойдем. Мы здесь поговорим, а туда пойдем. Владимир Михайлович, как я рад, что дожил до этого дня. Что я дожил до этого дня. Потому что я-то как раз мальчишке ходил на ваш спектакль. И я, конечно, никогда подумать не мог, что буду вручать вам этот почетный знак, что буду присутствовать на вашем таком почетном юбилее. И вот вы не представляете, как я рад и счастье, что вижу вас, что я сегодня с вами. Что мне доверено правительством города вручить вам самую высокую почетную награду нашего города. Это знак заслуги перед Санкт-Петербургом. Вот. Я хочу... С днем рождения и с этой наградой. И, конечно, это поздравление не от меня лично, а от правительства города, а от губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича. Пеклова. Продолжение следует... Пеклова. Да-да-да, он красивый. Да. Самый большой. Он дважды герой, у него же такое есть. У меня 10 лет тому назад, у меня 10 лет Ивана Матвеенко меня наградила. Он другой. Он другой. Он уникрасный. Это и самая почетная. Спасибо. 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 И еще одно, я бы хотел сейчас официально пригласить гости одного, который прямо сейчас... ...вам, что-то вам уже обучили. Председатель... Как это теперь называется организация? Союз Театр... Человек, который... ...наше расследование ученикового выступления... ...средний... ...возвращает вас на каждую юбилею, наверняка придумал новое. Да, так вот так. Мы-то придумали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер всем. Обязательно договорные помянуть, да, вот что я сказал... ...на всех друг куда-то... Я ему говорил, что вы начините помянуть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Я могу от себя праздник. Я действительно очень много говорю... ... ... И это очень много слов Владимира Михаиловна... ...и в три днях рождения. А сегодня я хочу... ... зачитать вам письмо из Москвы. Народному артисту Эросэпсоциалу, Владимира Михаиловичу Татошова. Благоуважаемый, почти миньший, дорогой Владимир Михаилович, я счастлив поздравить вас с юбилеем. По чистой случайности, я совсем недавно посмотрел фильм-спектакль Александра Белинского и юмористка Валентина Катарина. Меня так посвятила актёрская игра, что я его пересматривал не один раз. Фантастические артисты БДТ, среди которых были вы, представительный Владимир Татозов, как же вы легко, изящно, словно не играя, ведёте свою партию. Какое высокое мастерство, какая виртуозность, отточенность каждого слова и жеста. Мне хотелось вам аплодировать и кричать «Браво!». Конечно, я видел и другие ваши театральные работы, и работы в кино, и всякий раз испытывал огромное восхищение. Вы прекрасный артист с большой буквы, которому было подвластно всё. А сегодня вам исполнилось 95 лет. Мне хочется вам низко поклониться за ваш талант, за все сыгранные роли, за всё, что вы сделали на театральной сцене и в кино. Мне сказали, что ещё три года назад вы стерились в короткометражном кино. Совсем недавно ещё играли в приюте комедианта. Это поразительно. Дорогой Владимир Михайлович, ваши имя известны всем поклонникам театра и кино. Вас любят коллеги. Вас ценили все режиссёры, с которыми вам довелось работать. Я желаю вам доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма, радости, хорошего настроения и всего самого доброго вам и вашим близким. Искренне ваш, с глубочайшим уважением, Александр Калякин. А это, Александр Калякович, я вам сейчас принесу всё, да, маленькая аннотация вот этого лекарства. Сейчас упадёт. Андрей, упадёт. Да, всё, всё, всё. Не упадёт. Пойдёт? Да, 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 открывается тоже. Арцах Толдовый, крепкий золотистый напивок, который возвращает здоровье больным, молодость старика лечит раны и веселит сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, поручай. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень понравилась у коняки на короче, как ты сейчас играешь, так и зрение. Это коняка, как раз. Это коняки. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, вот буквально, и мы еще одну гостю еще позовем, а давай. Во-первых, мы вероятно рады ее видеть. Во-вторых, наших очень мало, там вот этих правительственных органов, государственных, мало наших стало, мало. А она там за нас, за всех отдувается. Депутат Государственного России, замечательная актриса, Ваша коллега Елена Трофельевна. Спасибо большое. После того, как президент Америки упал на лестнице, стал носить публики. Дорогой, дайте мне, он, ты не стал, Ленка, тоже. Он уже ничего не поможет, а я еще надеюсь. Владимир Михайлович Татусов, народному артисту, Союз кинематографистов Российской Федерации, за неиссякаемую творческую энергию, направленную на служение отечественной культуре и с юбилеем 95-летия Никиты Сергеевича Михалкова. Это благодарность Союза кинематографистов. Сами, наверное, написаны еще и другие, теплые, и там слов много, и я надеюсь, что вы обязательно, ребята, их прочитаете. А сейчас я хочу выйти немножко за рамки торжественной части и удариться в воспоминания наших совместных путешествий с Владимиром Михайловичем в то время, когда Владимир Михайлович был еще ого-го, и не только по части театра и кино. Нам очень повезло, мы застали замечательное время. Помните, Владимир Михайлович? Как вы за мной приударили? Я помню. У меня хорошая память. Конечно, Владимир Михайлович, человек, обладающий бесменными, бесконечными талантами и в разных отраслях, уже упоминаемый театр, кинематограф, который, конечно, все знают, но есть еще один дар Божий, который посетил нашего юбилея, это дар имитатора. Владимир Михайлович гениально имитирует разговоры на всех языках мира. Был такой спектакль, помните, «Я бабушка и Лико и Ларион», где Владимир Михайлович на английском языке в Лондоне играл свою роль. «После шикарного вашего монолога, как вы мне рассказывали в то славное время, вас окружила толпа англичан, которые пытались разговаривать с вами по-английски, но выяснилось, что Владимир Михайлович по магнитопону выучил текст, а смысл произносимого в разговоре, ну, как бы смысл речи, что он понимал монолога, а как к нему обращаться, уже ответить не мог. Но этот дар имитации языков очень меня выручил. И у меня до сих пор хранится одна маленькая вещичка. Мы с Владимиром Михайловичем служили вместе в театре киноактера киностудии «Ленфильм». И вместе с этой славной киностудией бывали на гастролях. Поскольку мы дружили с армией, политуправлением советской армии, то выезжали все время в группы войск. Ну, где, знаете, пока елка и стоит танк, на танке пляжах артистов. Таким образом мы проехали Германию, Венгрию, Словакию, Монголию, я уже не знаю где, и все время выпивали за группы советских войск в Кариже. Но до этого мы не дожили. А вот в Чехословакии после событий, как бы, 68-го года на русских смотреть не могли. В магазине не обслуживали. А я присмотрела, такую хорошенькую, такую маленькую, кругленькую сумочку. И я ей, продавщица, говорю, вот-вот эту дай. А она ко мне поворачивается нижним бюстом. И мне разговаривают. И я в печали выхожу из этого магазина и встречаю Владимира Михайловича на улице. Он говорит, Ленка, ты чего? Я говорю, ээээ, сумочка. Стоп, сказал Владимир Михайлович, сейчас сумочка будет наша. Только ты молчи. Я сняла свой русский народный платочек, значит, в котором я первый раз заходила в магазин. И мы зашли. Владимир Михайлович с порога стал говорить по-польски. Я это повторить не могу. Если я бы могла, я была бы Татосова. Но продавщица сразу оживилась, стала смотреть на Владимира Михайловича. Владимир Михайлович показал на сумочку, которую я ночь. Потом мы расплатились, я за его спиной пряталась. И я с этой сумочкой счастливой ушла из магазина. Эта сумочка жива до сих пор, я вам скажу. И теперь она уже винтажная называется. Ее носит моя модная дочка. Но я вам бесконечно благодарна, Владимир Михайлович. И за сумочку, и за бесконечные рассказы за кулисами, когда сидишь, как в очереди к зубному врачу, как говорил наш друг Димьяненко. И ждешь, пока идти к зрителям. А за кулисами хохот, потому что Владимир Михайлович вспоминает наши поездки, какие-то рассказы, театры. И вроде ты там тоже был, и ты это все видел. Но когда об этом рассказывает Татусов, почему-то становится жутко смешно. Поэтому вот эти яркие впечатления моей жизни, они всегда со мной. Так же, как вы, мой дорогой Владимир Михайлович. Вы часть моей жизни, творческой жизни, человеческой. Спасибо вам большое за дружбу, за тепло. И за вот эту вашу яркость актерскую. Потому что очень украшает она нашу жизнь. А теперь спасибо большое. Я хочу подарить вам вот эти цветы и картину с цветами. Когда эти цветы завянут, пусть вас радуют те, которые на картине. Давайте все подарки будем тащить сюда. А то мы завалим сейчас юбиляры, и уже никто его не увидит. Спасибо большое за то, что вы меня внимательно выслушали и не выслушали. Скажи мне, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Можешь показать, а она вполне достойная, хорошая художница ее нарисовала. Мне она нравится, она такая радостная. Так, она упакована красивая. Ну и мы, да, старались упаковывать. Можешь не открывать. Владимир Михайлович ее дома. Да, дома пошел. Если не понравится, можете вернуть обратно. Тем более, что мы знаем, что там цветы. Да. Да, ну все. Не что-нибудь. Не мой портрет. Нет, нет. Обнаженный. Цветочек. Не верхний, не пюс. Стоит, попробую подождите. А, что ли, что ли, нижний. Владимир Михайлович, я в свое время была на юбилее нашего замечательного друга. Ему было сто лет. Он в этот момент играл на сцене театра. Советская армия. Советская армия, да. Теперь вы мне сложите. Зельдин, Владимир. Ну да, Зельдин, конечно. Я тоже с ним дружила очень. И в столетие, значит, я у него взяла автограф. Он играл в спектакль. Он играл так, что рядом с ним было не видно остальных хороших, в общем, артистов. Потому что за ним была личность. Понимаете? Он вот, маленький Зельдин, вышел на сцену и сразу стал главным. Не потому что он юбиляр, а потому что он хороший артист. Поэтому я бы очень хотела, Владимир Михайлович, подарить вам новую роль, если у меня это получится. Возьмете? Возьмете? Ну, договорились. Спасибо. На столе. Это подарки. Это подарки, да-да-да. Спасибо большое, дорогие друзья. Я уступаю площадку. Нет, спасибо, Великим. Ты допустила две очаровательнейших ошибки, которые делают тебя похожи на тот букет, который ты подарил. Во-первых, ты забыла Зельдина? Да. А во-вторых, ты вместо бесконечное количество талантов сначала сказала бессмысленное количество талантов. Понимаете? Нет. Ну, это так, Лев, шутки ради. Ну, шутка не удалась. Ну, потому что, давай, действительно непонятно, зачем столько талантов одному человеку. В этом смысле. Ну, так поделитесь. Хотя делиться это вредная советская привычка. Я там как-то очень достойно. Большое удовольствие. Лев, спасибо. Спасибо большое. Леночка, депутат, не простите меня. Ну, да. Я тоже придумал шутки. Это умный человек. Вы знаете, что все это угожители, синические угожители Владимира Михайловича. Проги внимание. Проги. Где это Владимир Михайлович? На то, что это Владимир Михайлович? Что это? Да, угожители. Когда, скажем, у нас это только на свой парк. Да. Потом проводом подвезли. Да, и на арке. Потом. Сейчас мы щели. Было бы странно, если парки что-то звали Владимир Михайлович. Значит, ничего странного. Скажи, пожалуйста, Андрей. Да, мы вспоминали сегодня эту историю, правда, что Владимир Михайлович. Мне кажется, пора позабраться. Смотрите. Четвернадцатилетний Зурико. Зурико, 14-летний мальчик, вышел на сцену ПТФ 60-го визита в 4-м году. То есть родился он в 50-м, правильно? Да. То есть сколько ему сейчас лет? 70-й? Семьдесятилетний. Какой юбилей, расподимись. Да нет, на самом деле, если это ступеница дикой, чтобы как-то в ней разобраться, мы решили художественную часть начать с воспоминаний. Алексей, пройдите, пожалуйста, к инструменту. Мы сейчас попросили. На Алексея подняться на сцену и помочь нам вспомнить юбилеи Владимира Михайловича. А это действительно было видно. Антешка, каратская история просто сейчас на пулисах. Владимир Михайлович мне сказал, что я говорю, Андрей, у меня такое ощущение, что я так волнуюсь, что я выпил 200 грамм водки. Я говорю, Владимир Михайлович, у меня тоже бывает такое ощущение. Иногда ощущения меня не обманывают. Но это отволнение. Сегодня никакой водки не было, она будет позже. Вот, что там у нас. Итак, маленькое воспоминание о ваших юбилях. Нет, не на экране, не на экране. Прямо на сцене. Смотрите сюда. В музыку. Сцена славная дома кино. Мы на ней не тусили давно. Тридцать лет пронеслось, как на ней. Мы масштабный филип юбилей. Мы? Да. Наш? Нет. Татосов. Шестьдесят было пять. Было много москвичей. И наших питерских немало. Мэр. Да. Швук? Нет. Сценарий мы писали с тобой. А твой папа мелку плет. Сулитер и егитет. Был юбиларь элегант надет. В сале знакомые лица. Нам оставалось пройти на банке. И за него напиться. Где-то пять лет назад в Акурах У Татосова снова парал. В дом актеров друзей он собрал. Где с Беринским капусте играл. Он? Да. Мы? Нет. Но все же помоложе с тобой. Мы с четвертою стеной стояли в очереди сзади. Жук? Да. Здесь? Нет. Москвичен и по-моему ура. Потому пять лет назад девяносто вёл не вадим. Был юбиларь элегантно надет. В сале знакомые лица. Нам оставалось пройти на банке. И за него напиться. И остались мы два дурака. Постаревшие впрочем слегка. Мэра нет. Нет вообще той страны. Мир другой. А ему хоть бы хны. Бодрый? Да. Старый? Нет. Иначе не собрал бы на стук. Если зрители идут, значит артист в порядке. Крут? Да. Листит? Нет. Завидую, что светла голова. Я вот стал забывать слова. Не до его десятки. Вновь юбиларь элегантно надет. В сале знакомые лица. Вряд ли сегодня нас ждёт банкет. Можем прячься на пиццах. Можем прячься на пиццу. Продолжение следует...